Приветствую вас, вам совершенно однозначно требуется понять, что отношения как таковые улучшить у вас не получится, если вы будете сами постоянно пытаться их улучшать. Ну, иными словами, у вас есть определенные потребности, у вас есть определенные желания, у вас есть определенные представления, наверное, о том, как должны развиваться отношения между людьми, допустим, между мужчиной и женщиной и так далее. И думается мне, что в любом случае, в любом случае, вы правы, как бы там ни было, и что бы там ни было. Вот я думаю, что вы в любом случае правы, в любом. Но понимаете, ситуация такова, что от осознания вам того, что вы правы, не легче и не тяжелее. То есть вообще-то, вообще-то, по сути, по сути дела, ну, совершенно не важно, не важно, правы вы или нет. Это абсолютно не важно, потому что мужчина, он не делает того, что он не хочет делать мужчина, он хочет, он за вас плачет, не хочет, он за вас не плачет. Мужчина вообще преследует сугубо свои какие-то вот интересы в этих отношениях и вообще, вообще-то говоря, держит вас на расстоянии. Мужчина, как это вот мне видится, как это мне видится. Мужчина просто держит вас на расстоянии и все. Но вы, вы имеете полное право требовать от него того, чего вы хотите. Вы имеете полное право требовать от человека того, что вам нужно. Вы имеете полное право требовать от человека того, чего вы хотите. Это все, как бы, целиком и полностью в вашем праве. Но, но, проблема заключается немножечко в другом. В том, что у мужчины нет желания, нет потребности вам этого давать. Мужчина не хочет вам этого давать. Мужчина не видит необходимости вам этого давать. Вот в чем беда. И, соответственно, чтобы улучшить отношения вам, чтобы действительно их улучшить, если вы реально, если вы правда хотите их улучшить, ваше отношение, то вам нужно для начала стать, ну, на мой взгляд, более самостоятельным. Именно более самостоятельным. Пока вы более самостоятельным не стали, пока вы более самостоятельным не становитесь, пока вы требуете, ждете от него каких-то вот наших, ну, каких-то потребностей, удовлетворения своих потребностей, пока вы все вот это вот сьете от него, то у вас, естественно, ничего получаться хорошего не будет. Потому что мужчина видит, что вы к нему испытываете симпатию, вы нуждаетесь в нем, и, соответственно, зачем ему вообще напрягаться, зачем ему что-то делать. Он считает, что вы принадлежите целиком и полностью ему, и, в общем, ему не нужно вообще ничего делать для того, чтобы вас удержать. Знаете, если вам действительно не нравится то, как человек себя с вами ведет, если вам действительно это не нравится, то я рекомендую вам становиться более независимой, я рекомендую вам вести себя и позиционировать себя так именно, чтобы он видел, что вы не собираетесь терпеть неугодное, неудобное вам отношение к себе. И если мужчина, например, называет вас меркантильный и говорит, что вы там вот постоянно придумываете и так далее, вам необходимо отдаляться от него, отдаляться от него, устраивать свою жизнь, заниматься своей жизнью и так далее. Это вот то, что вам реально нужно делать. Если у мужчины действительно есть к вам чувство, если у мужчины действительно есть к вам эмоции, если мужчина действительно к вам дражит, если он действительно хочет с вами быть, например и так далее, то в таком случае, я думаю, он обязательно предпримет меры для того, чтобы вас удержать и сохранить механизм, может быть, опять будет дарить вам цветы, подарки и так далее. Вот. А может быть, конечно, их не будет. Это тоже такой, на мой взгляд, ну, не гарантированный момент, к сожалению. Но в любом случае, в любом случае, ситуация не изменится до тех пор, пока вы будете вести себя так, как бы принимая от него то, что он вот хочет вам дать. Что он хочет вам дать, да, то вы и от него получите цветы и принимаете. А если вы, допустим, хотите больше чего-то, то вам получается, это получить нельзя. Ну, на мой взгляд, это вот как раз таки и не есть правильный подход в этой ситуации. Тем более, тем более, что вы, как бы, получается, следите, вы следите за ним в социальной сети, вы следите за ним, наблюдаете, чтобы он там вот, не дай бог, кого-то не добавил в друзья и не погулял и так далее. Получается, что вы не уверены в себе. Получается, что вы сомневаетесь в себе и в том, насколько вы там, скажем, можете мужчину привлечь, да, насколько вы можете, вот, скажем так, насколько вы можете завлечь человека и сделать так, чтобы он, например, думал и хотел быть только с вами. И это, на самом деле, тоже довольно серьезная проблема, потому что если вы не уверены в себе, то это, к сожалению, проблема, потому что не уверены в себе не может дать вам, например, больше свободы в отношениях, тем более, что вы говорите, что вы боитесь повторения, то есть вы именно опасаетесь того, что эта ситуация может повториться, но при этом зная, что она будет повториться и не доверяя человеку, вы все равно продолжаете с ним находиться в отношениях и поправьте меня, если я ошибаюсь, пытаться с ним что-то построить. Вот. На мой взгляд, это не есть хорошо, это не есть правильно и так далее. Вот. Поэтому, по моему мнению, по моему мнению, ситуацию, ситуацию нужно исправлять. И исправлять ситуацию нужно только повышением повышением уверенности в себе. Ситуацию можно и нужно исправлять только пониманием того, зачем, для чего вам нужен именно этот человек, именно этот мужчина. опять же, для того, чтобы вы лучше отдавали себе отчет в том, что вам вообще нужно, чего вы хотите. и отношения 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 ваши их можно сохранить, их можно улучшить, но только если мужчина будет бояться вас покорять. Вот по-другому, по-другому, это сделать невозможно, невозможно, к сожалению, никак. Так что, решать вам, как вы будете поступать в этой ситуации. я думаю, что сейчас и всегда, но вам очевидно нужно менять свое позицию в этих отношениях. Если вы не будете менять позицию свою в этих отношениях, то я боюсь, что так все и будет происходить, к сожалению. Так все и будет развиваться. Мужчина он просто будет вас использовать, мужчина просто будет держать вас на расстоянии и собственно ничего не изменит, ничего не изменится и вы так и будете мучиться от определенной неуверенности в себе и от определенной степени непредсказуемости ваших отношений. поскольку вы сами говорите о том, что мужчина к вам как бы охладел после того, как вы занялись с ним сексом, то я полагаю, что ситуация в этом заключается заключается. Она в том заключается, что человек вас завоевал, вот как это вот, как ему кажется сейчас, он вас завоевал, и все, действовать больше не нужно, напрягаться больше не нужно, вы его целиком и полностью, дать ему возможность понять, что действительно не все так просто, что нужно еще постараться, чтобы вас удержать, чтобы вас заполучить, так сказать, чтобы вы не ушли, ну, как бы, чтобы вы не ушли от него, а мужчина, то он получается вас никак вот не ценит, и не будет ценить, пока вы не будете ценить себя сами. А для этого я вам уже сказал, что для этого нужно, чтобы вы учились себя любить, чтобы не боялись повторения этого, потому что если вы боитесь повторения этого, то как минимум можно говорить о том, что человек этот вам самой для чего-то нужен, а нужен он вам для реализации своих потребностей, скорее всего, всего, и если мы с вами говорим о реализации ваших потребностей, то совершенно непонятно, почему мужчина должен это делать за вас, но это объективно, это ваша забота, сперва быть удовлетворенной, а потом уже сколько выстраивать отношения, то получается, что вы через этого мужчину пытаетесь чего-то добиться того, чего не хватает у вас, и отсюда, собственно, именно отсюда у вас все страхи, отсюда у вас неуверенность в себе и сомнения, и только удовлетворяя собственные потребности самостоятельно, только через личностный рост можно избавиться от ситуации своего рода круга, я надеюсь, вы не будете с этим спорить, ситуации круга, в которой вы оказались. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. до сих пор. Продолжение следует...